Как понять, что свинка беременна? Просто у меня есть подозрения. Это частые вопросы, я постоянно их нахожу в комментариях. Свинка стала больше есть, часто пить, бока растут, животик растет. Да, это признаки беременности. А вдруг? Вдруг моя свинка беременна? Стандартный набор признаков, но не спешите с выводами. Имейте в виду, что свинка может быть беременна, но не надо настраиваться на беременность свинки. Беременность питомца по-разному воспринимается, кто-то ее ждет, для кого-то это неожиданность. Но любая беременность это радость, это надежда. Для каждого нормального человека это так. А пустая надежда, ну она ни к чему. Потом разочарование, разочаровываться тяжело и грустно. То, что свинка ест больше обычного, стало пить много, бока видны, живот увеличился. Это может быть и не беременность. Могут быть просто сезонные изменения, то есть сочной еды стало больше. Будут бока. Как только появляется сочная травка, одуванчики, свинка после зимы не остановится. Она будет есть-есть. Если в рационе больше сена и гранул, то пить будет чаще. Если свинка живет с самцом, она слышит самца, она его чувствует, идут гормональные изменения. Живот может временно быть увеличен. Но свинка не беременна. Как же распознать беременность? Только опытный свинковод может заметить животик и прощупать плоды с третьей недели беременности. Для неопытных единственный способ убедиться, что свинка беременна на ранних сроках, это УЗИ. По поводу УЗИ. Не везде есть специалисты по грызунам. Ну а если в вашей ветклинике есть УЗИ, то свинку могут там посмотреть. Никто не откажет. Лечиться не возьмутся, нужен специалист. А УЗИ могут сделать. Вот такое маленькое отступление. Просто чтобы вы знали. Но УЗИ, поход в ветклинику, это огромный стресс для свинки. А тем более, если она беременна, то зачем нужен этот стресс? И что? Питание изменить. Так питание должно быть в любом случае полноценным, разнообразным. Условия на ранних сроках беременности свинки не меняются. Лучше всего обойтись без стрессов. Мой совет. Запастись терпением и дождаться первых шевелений. Беременность морской свинки длится 70 дней. Считаем, 70 поделить на 7 дней в неделю, это 10 недель. В седьмой неделе уже можно распознать движение плодов. Малыши шевелятся, толкаются. Можно заметить маленькие лапки, когда они упираются в бока мамочки. Заметили первое шевеление. Прибавляем 3 недели и отмечаем день родов. То есть, через 3 недели свинка должна родить. Примерно плюс-минус 2 дня. С этого момента достаточно времени подготовиться и вам, и подготовить свинку, и место к родам. Тогда уже отсадить самца нужно от свинки, может и самку отсадить, если у вас парное содержание. Но это все другая тема. Это тема подготовки к родам. Мы ее рассмотрим позже. А сейчас я покажу, как ощупать животик свинки. У нас все свинки длинношерстные, либо мамы. Не буду их беспокоить. А тигруля будет сегодня забеременную свинку. Он короткошерстный, на нем будет понятно, что и как делать. Сажаем свинку к себе попкой, то есть от себя. Раскрытыми ладошками, пальчиками, очень легко, расслабленными руками, ведем под свинкой и захватываем ее бока. То есть бока, как бы, ложим в ладошки. Первая попытка. Вторая попытка. Не усидчивай наш тигрулька, но с третьей попытки. Очень нежно стараемся охватить выпуклости животика пальчиками снизу, ладошками к бока и прислушиваемся. Легонько, чтобы они приставали ладошки к свинке, чтобы ладошки приставали к свинке, как бы охватывали ее живот и прислушиваемся. Замираем. Шевеление и толчки малышей вы не спутаете ни с чем. Если сомневаетесь, то это просто что-то в кишечнике, что-то там внутри происходит, какое-то пищеварение. Но если вы услышите настоящие толчки малышей, шевеление, вы уже их ни с чем не спутаете. Тогда уже можете не сомневаться. Вот так вы ощупываете свинку, не давите, не удерживаете ее силой легонечко. И это делаем, чтобы узнать срок родов. А уже ближе к родам у короткошерстных свинок можно заметить на животике прям шевеление. Малыши упираются лапками, малыши толкаются. Вот видно лапки их. Запасайтесь терпением. Желаю всем много радостных моментов, счастливых событий. Сегодня я еще хочу показать наших малышей. Они растут очень быстро. Оставайтесь с нами. Наш канал Жужа Рокки. Рад всем. До новых встреч. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова